В администрации Твери сформирована новая управленческая тройка. Кадровые ротации обсуждались на очередном заседании Тверской городской думы. Кандидатуры чиновников и тверетянам и депутатам давно знакомы. Но решив изобразить активное участие в процессе выбора, думцы предложили устроить кандидатам своего рода испытания, прохождение испытательного срока в течение полугода и составление программы развития своей сферы. Представители прокуратуры были удивлены, что условия труда новым заместителям диктует не работодатель, глава администрации, а депутаты. Тверской городской думе предоставлено право согласовывать кандидатуру на должности заместителя главы администрации, а не решать вопрос об условиях трудового договора. Сейчас вы также предлагаете в качестве испытаний подготовить программу развития и повышения эффективности. Программа подготавливается, когда у нас есть такое понятие прием по конкурсу. Пожалуйста, проводите конкурс. Принять должности трех кандидатов депутаты по какой-то причине решили одним махом, но и с этим прокурор поспорил. Пришлось оперативно вносить изменения в поездку дня. В итоге ситуация и вовсе превратилась в комичную. Поспешившие депутаты чуть не насмешили людей своими познаниями в области русского языка. С нормами трудового законодательства, а затем и со школьной программой депутатов, словно в первый раз, знакомил прокурор центрального района. Учитывая правила склонения русских женских имен, оканчивающиеся на мягкую согласную, в заголовке проекта решения, в редакции поправки 1 слова Агиенко Любовь Николаевна должны быть изложены в следующей редакции. Агиенко Любови Николаевны. Должности трех новых заместителей были утверждены. Курировать сферу ЖКХ будет Геннадий Ломака, бывший замминистра жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. Социальными вопросами займется бывшая глава администрации центрального района Твери Любовь Агиенко, а благоустройством и дорожным хозяйством Дмитрий Насибулин, в прошлом заместитель директора Дорожного фонда. Кадровые перестановки стали неожиданностью. Как правило, если чиновник долгое время исполнял обязанности заместителя, то он почти автоматически оказывается в этом кресле. Но Алексей Борисов, Юрий Кукушкин и Александр Шумский кабинеты замов главы администрации покинут, хотя и работы в аппарате не лишатся. По какой причине утверждение управленческой тройки администрации Твери было затянуто больше, чем на год, и чем Валерия Павлова не устроили прежние исполняющие обязанности заместителя, глава администрации пояснять не стал. Возможная затяжка связана с тем, что сейчас в Думе 10 комитетов, а не 6, как это было в предыдущей Думе. Поэтому и рассмотрение кандидатур в комитетах увеличилось. Хотелось бы сегодня услышать от главы администрации, от Валерия Михайловича Павлова, не просто некоторые кадровые перестановки, а именно, чего нам ждать. Возможно, какие-то... он не удовлетворен работой предыдущих замов. К сожалению, мы этого не услышали. Коль скоро так долго обсуждались кандидатуры новых заместителей, от них ожидали, если не решительных действий, то хотя бы готовой программы. Но никакой конкретики от них так и не услышали. Журналистами пообщалась только Любовь Фигиенко, которая только и отметила, что резких шагов на новой должности пока предпринимать не намерена. Другие заместители и вовсе попытались избежать общения с прессой. Да и сам глава администрации быстрого отчета о работе новых замов не обещает. 1 мая я обязан буду вам представить отчет за 2011 год, ой, вернее, прошу прощения, за 2012 год, где должен показать работу каждого из своих заместителей. Впрочем, отчасти это понятно. На сегодняшний момент городские власти практически ничего не решают. Почти вся коммунальная инфраструктура города оказалась в руках частных компаний. И в большинстве ситуаций чиновники, если и берутся обсуждать проблему, то оказываются бессильны.